Вопрос в чем заключается смысл жизни остается вечным на все времена, поскольку каждый человек любой эпохи задумался над этим вопросом. На него нельзя ответить однозначно, так как для каждого человека собственное понимание смысла жизни. Кто-то находит смысл жизни в семейных, дружеских отношениях, кто-то в защите Родины или служении обществу, а кто-то в реализации себя как нравственной личности. Самое дорогое, что у тебя есть, это жизнь, и нужно ее ценить, даже если у тебя ничего не получается, даже если тебя обидели, даже если от тебя все отвернулись. Нужно жить, в этом смысл жизни, быть сильным. А еще жизнь не только в нас, но и в природе, в звездах, в солнце. А значит смысл жизни это и видеть прекрасно. Смысл жизни определяется целью. У кого-то цель дома строить, у кого-то управлять современной техникой, а у кого-то это учить и воспитывать детей. А бывают и такие, у которых смысл жизни это дача или машина. Чем вышли помыслы, тем выше человек. Мой смысл жизни и моя цель это добиться больших успехов в боксе. Я стану чемпионом. Я, как и мои одноклассники, прочитала немало слов о смысле жизни. Мне показались интересными слова Эйнштейна. Жизнь, как велосипед, держит равновесие только в движении. Чтобы жить было интересно, нужно двигаться, действовать, развиваться, например, в спорте или в учебе. Нужно жить так, чтобы не было времени на посидеть или полежать. Нужно увлекаться музыкой, техникой. Вот я, например, мечтаю стать врачом. К сожалению, мало людей, которые беспокоят судьба других, способных обратить внимание на человека, нуждающегося в помощи или на животное, страдающего от голода. Люди все заняты своими повседневными делами, живут по принципу «моя хата с края, ничего не знаю». Но, как показывает жизнь, это только до того момента, пока беда не начнет касаться их. Жаль, что люди никогда не задумываются о будущем. Они не могут предсказать события, которые с ними случаются. Поэтому люди равнодушны и жестоки. Наша учительница говорит, что смысл жизни в самой жизни. Но я пока этого не понимаю, но очень хочу разобраться в этих словах. Недавно я услышал слова Константина Хабенского о жизни. «Жизнь – это путь. У кого-то от булочной и обратно. У кого-то это целое кругосветное путешествие. Бог дал человеку жизнь, а человек определяет смысл. Кто-то ставит высокие цели, а кто-то и телевизор в радость кому-то. И с гордостью смотрю на спортсменов и поражаюсь с ребят, которые увлекаются нанотехнологиями. Это настоящая жизнь». С учителями мы как-то рассуждали о смысле жизни. И тогда я понял, что жить для других – это высокий смысл. Конечно, не каждый, как Данка, может отдать свое сердце людям. Но если сделать что-то хорошее, душе все равно становится лучше. Вот наш класс передал лучику надежды корма для животных. Спекли одинокой старушке пирог. Чувствуешь, что свет и радость наполняют твою грудь. И даже в самых маленьких делах заключается смысл жить. Для каждого человека существует свой определенный смысл жизни. Мы не можем говорить, что кто-то не прав в выборе цели своего существования. Возможно, это зависит от воспитания ребенка с самого рождения, от того, какие жизненные ценности ему были привиты. Большое значение имеет пример родителей.